Сейчас мы пришли в такое время, о котором говорили в прароке, что будет Тора везде. Из Сеона, из Иерусалима выйдет Тора, и выйдет как раз в Иерусалиме. Первый день после Рошашина, это сегодня называется Пост-Дедали. И у нас сейчас будет наш традиционный урок по тричкам царя Сламона, Мишлей называется. Это Тора, это письменная Тора, и мы изучаем ее с комментариями устной Торы, и пытаемся вместе понять, что хотел сказать нам царь Саламон, мудрейший из людей, как он нам объяснял еще более высокую мудрость, он же был пророк, божественную мудрость. И вот мы ее изучаем для того, чтобы понять, запомнить и соблюдать. Поздравляю всех с Новым годом. Он начался вчера как раз, сегодня третье число уже, да, уже третье число. Первые годы дня была Рошашина. И, значит, мы изучаем 22 главу Мишлей. Значит, сказал царь Саламон в 20 отрывке 22 главы. Он сказал так. Значит, дословно он сказал нам следующее, если взять вот просто простой смысл слов. Значит, он сказал так. Вот, написал я тебе. Вот ведь, даже так. Алло, это вот ведь. Написал я тебе. Трижды. С советами и для познания. Значит, что имеется в виду? Что имеется в виду? Три раза написал он нам. Здесь мудрецы разошлись в мнение, что он имел в виду. Одни говорят, одни говорят, что это он от Бога. От Бога передает от Бога. И Бог дал письменное торо, пятикнижие Моисея, да, то есть он дал пять книг, это письменное торо, пятикнижие. Дальше он дал Писание. Писание это вот как раз то, что мы изучаем. Мишли это входит в Писание, Ктувим. И дал книге пророков, Невиим. Значит, трижды это он как бы три раздела, можно сказать, письменной торы. Называется, на велике это Танах. Тора, Невиим, Ктувим. Тора, пророке, Писание. Кстати, интересно, что более, у чего есть больше осятость. Понятное дело, что у пятикнижия в письменной торе есть самая большая святость. Но в пророке и Ктувим, что там больше святости, мудрецы спорят тоже. Другие говорят, нет. Когда царь Соломон сказал, что не писал ли я тебе трижды с советами, он имел в виду, что сама книга Мишли состоит из трех частей. С первой по десятую главу, с десятой по двадцать четвертую главу и с двадцать четвертой по тридцать первую главу. Вот два варианта. Но фактически, фактически, до нас до всех дошла Тора, как письменная Тора. То есть Бог передал Тору Моше, Моисею на горе Синаи. Моше был пророк у всех пророков. Он поднялся на гору Синаи. Сорок дней, сорок ночей находился на горе Синаи. И не просто, что он запомнил, или он понял, или он принял. Он сам стал передатчиком Торы. То есть он сам переформатировался. То есть он был в духовном мире, находился сорок дней, сорок ночей. И он на своем... нельзя сказать, что это сознание, несознание. То есть он получил полное понимание от Всевышнего вот этого вот программного кода, программного обеспечения, которое лежало в основе сотворения вот этого мироздания. Это называется Тора, учение. Теперь, дальше Моше Рабейну сорок лет передавал Тору в... Это как был тренинг длиной сорок лет. Сорок лет евреи находились в пустыне. Но это не было, что они ходили по пустыне. Они не ходили по пустыне. У них были стоянки. На одной из стоянок они стояли девятнадцать лет. То есть на других они стояли тоже по нескольку лет. Получается, что они находились в неком таком изолированном от всего мира пространстве, которое называется пустыня, Мидбар. И в этой пустыне они получали духовную пищу от Бога. Это был ман. То есть это спускалось с неба, такая как зерно, такое полудуховное, полуматериальное. И, значит, они записывали на себя вот это знание. Для того, чтобы потом зайти в землю Израиля и в землю Израиля начать выполнять заповеди. То есть изначально Бог же создал человека, еще первого человека. Он его создал для того, чтобы обрабатывать землю. То есть он его специально сделал не как ангелы. Ангелы, они духовные. А он сделал первого человека, сделал его материальным. Он его прямо интегрировал в этот мир для того, чтобы он, с одной стороны, человеку, он находится в духовном мире, у него есть душа, и он присоединен к Богу. С другой стороны, человек находится в материальном мире, и он ничем не отличается от какого-нибудь обезьяны, собаки или какого-нибудь другого. То есть его тело, оно очень материальное, такое слабое, оно зависит от еды, от питья, ну и так далее. От сна, например. Человек не может не спать. И вот, значит, Тора это программное обеспечение, которое соединяет материальный мир с миром духовным. И вот царь Шаламон в 20-м отрывке, он нам говорит, лично нам, вот каждому, кто учит Тору, он говорит так. Он говорит, дядя, три раза писал. Значит, это советы, а это познание. Что он имел ввиду, как это работает? Смотрите. Вот человек получает некую информацию извне. Он ее получил извне, и он слышит какие-то слова, он их думает, верю-не верю, правильно-неправильно, надо-не надо, какой источник информации. И он, как-то человек, пытается интегрировать новую информацию, совет, в свою картину мира. Значит, и вот он его интегрирует в свою картину мира, пытается запомнить, применить совет. Теперь дальше. Но если человеку объясняли, как водить машину, вот он объясняли, ему объясняли, вот смотри, ему говорят, вот красный свет, значит, тебе надо стоять. А желтый свет, тебе надо быть осторожным, задуматься. А зеленый свет, ты можешь ехать. Понял? Понял. Все, он понял. Как совет, он понял. Теперь, но когда он подъезжает первый раз в своей жизни к светофору, то для него его вот это знание, совет, как надо себя вести возле светофора, становится его личным познанием. То есть, он его прожил, он его пережил, и он после где-то там сотового повторения, ему же не надо думать, что делать возле светофора, он делает на автомате. Или, например, человеку объясняют, что ты знаешь, например, фейхуа такой из фруктов. И вот этот фейхуа, он очень вкусный. Он такой вкусный, человек говорит, какой вкусный? Ну, вот фейхуа, он такой вкусный, как, ну, как лимон, наверное, да? Тот говорит, что прям как лимон? Это лимон? Нет, это не лимон. Он на лимон чуть-чуть похож, но это не лимон. То есть, человеку объясняют советы, но совет не становится познанием, пока человек не проживет это изнутри. Так же работает Тора. Когда ты получаешь советы от Всевышнего, или мы получаем советы от царя Сламона, Старь Салмон, пророк, мы получаем его советы. Эти советы, они становятся как зерна, как зерна, которые прорастают потом внутри и становятся познанием. Через жизненный опыт, через применение, через обсуждение совет становится познанием. Вот это то, что написано в 20-м отрывке. «Алё, катав, телеха, шалишим». «Я тебе писал три раза», он говорит. «Бэ мо отцот, давал я тебе советы». «Вэ даат, и ты превратишь советы в познание». Дальше. 21-е отрывок. «Для чего?» Он говорит. «Ля дияха кошит имрей эмет. Ля ошиб амарим эмет лешо хэха». Значит, дословно тоже переводится в 21-е отрывок так. «Сообщить тебе, лё дияха, кшот». Кшот – это истина, и эмет – это истина. Чем отличаются эмет от кшота? Есть истина и есть истина. Только двумя разными словами царь Саламон использовал вот это вот слово «истина». Значит, для того, чтобы сообщить тебе истину и слова правды. Вот очень странно, да? Два используются слова «истина» и «правда». «Ля ошиб амарим эмет лешо хэха». Чтобы ты передавал слова «истины» пославшим тебя. Значит, смотрите, здесь вот я сейчас не помню, какая здесь разница. Есть комментарий Малтема, который объясняет разницу между истиной и истиной. Правда и истина. Но насколько я помню, что есть истина, есть правда, она объективная, а есть истина, которая субъективная. И то, и то правда. Но одна из них более правдивая, да? То есть, если есть объективная правда, да? Например, что такое является объективной правдой? Например, объективная правда, что сейчас тот, кто сидит напротив телефона, он сидит напротив телефона, смартфона. Тот, кто сидит напротив компьютера, сидит напротив компьютера. То есть, объективно, смартфон – это смартфон, компьютер – это компьютер. Для всех людей это разделение объективное, то есть оно не зависит от мнения. Смартфон это прибор, который объединяет телефон с таким мини-компьютером, с которого можно звонить. Называется смартфон, умный телефон. А компьютер это прибор без телефона. То есть тут объективно все, я думаю, что все люди на земле используют это определение. Это является объективной истиной. Теперь есть в Торе очень интересный пример, который показывает, что такое субъективная истина. Смотрите, что такое субъективная истина? Написано в Торе, что когда в твоем поколении ты придешь к мудрецу, придешь к мудрецу, и если он тебе скажет на левое правое, а на правое левое, то ты должен его слушать. Задают вопрос, ну как? Что это? Это же неправильно. Если правое это правое, а левое это левое, как можно прийти к мудрецу, он тебе скажет на правое, на левое правое, а на правое левое, и ты должен ему верить. Именно Тора, представляете, это Бог через Моисея, через Машарабену, более трех тысяч лет назад, именно вот этот привел пример субъективной истины. То есть если я вам сейчас говорю, что вот это правое, то оно для меня правое, правое, а для вас эта рука становится левой. То есть когда приходит человек к мудрецу и говорит, это правое, мудрец говорит, смотри, вот это левое. То есть в субъективных вещах, в субъективных вещах истины являются слова мудреца. В объективных вещах, объективные вещи, они не важно, мудрец, не мудрец, то есть объективная истина, она истина, субъективная истина, она зависит от того, как ты на нее посмотришь. Понятно, да, идея? Теперь с этой точки зрения давайте посмотрим, что сказал нам в 21-м отрывке царь Саламон. Он говорит, сообщит тебе истину, слова правды, для того, чтобы ты передавал изречение правды пославшим тебя. Какой правды? Например, любой комментарий является субъективной правдой, может он не правда, то есть любое объяснение является неким субъективной попыткой передать какую-то идею. Теперь царь Саламон говорит, что смотри, ну откуда мы знаем в этом мире вообще, что такое истина, что такое неистина, что такое добро, что такое зло? Должна же быть какая-то некая объективная система, которая, вот она объективная, что это добро, это зло, это правда, это неправда. И царь Саламон говорит, что если мы берем Бога как некий эталон истины, Бог это истина, тогда все, что он передает, становится тоже истиной. В общем, такой 21-й отрывок, надо будет еще в нем разобраться. Я вот честно скажу, что вот я его пока он мне не раскрылся. Как знаете, бывает все сразу понятно, а этот отрывок не раскрылся. Давайте перейдем к 22-му отрывку тогда. 22-го отрывок говорит нам следующую вещь. Значит, он говорит нам, царь Саламон, понятную вещь, мир вообще на этом построен. Вот во всех поколениях всегда существует такое понятие, как грабеж. 22-го отрывок говорит так. Альтик золь даль, кидаль у. Не грабь. Даль это обездоленный, это тот, кто был богатый и он теряет деньги. Он может быть сейчас еще не совсем бедный, но он обездоленный, то есть он беднеет. Не грабь обездоленного, потому что обездоленный он. И не притесняй нищего, нищего у него нечего грабить, но его нельзя притеснять, нищего у ворот. Значит, обездоленного нельзя грабить, нельзя у него ничего забирать. Бедного нельзя притеснять, у него нечего забрать, но нельзя с ним плохо разговаривать, его обижать. Почему? И вот нам в следующем отрывке царь Саламон говорит уникальная вещь, да, уникальная, которая, вот, я думаю, что многим поможет. И я вас, вот, советую очень запомнить. 23-й отрывок. Киашем я риври вам. Потому что бог, он вступится, риври вам, это он будет за них ссориться, он за них заступится. Бекава этковеем нофиш. И он установит тем, кто обобрал, тем, кто наступает на них, он душу, установит им душу. Что имеется в виду? Вот смотрите, как интересно. Значит, весь этот мир построен по принципу мера за меру. Мера за меру, то есть все идет, та мера, которую человек меряет, меряет ему с небом. То есть это на Востоке называют закон кармы. Мы называем это, что та мера, которую человек меряет, меряет ему. Бог справедливый, бог судья. Вот сейчас мы находимся в периоде, когда бог судит мир. Мы каждый день в молитве поменяли даже слово. Если раньше мы говорили бог святой, сейчас мы говорим о мэлах, то есть мы говорим царь. То есть бог сейчас, он сел как судья, как царь, и он судит мир. Теперь, как он судит мир? Он мир судит очень справедливо. То есть та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Теперь задают на это вопрос. Знаете, история интересная такая фраза, которую повторяют, что это за бог такой. Мера за меру, око за око, руку за руку, ногу за ногу. Очень странно. То есть глаз за глаз, око за око. Как это око за око? И в Талмуде задают вопрос. Вот если мы просто читаем текст, же непонятно. Выколи глаз за глаз. Это что, честно? А если один другому выбил глаз, случайно, и тот, кто выбил глаз, он одноглазый. А у того было два глаза, и он ему случайно выбил глаз, и теперь, значит, у этого остался один глаз. А если этому око за око выбить этот глаз, единственный, то он станет слепой. Это разве честно? Нет. У бога высшая честность, высшая справедливость, и он точно знает меру, которую меряет. Теперь, если человек, он грабит обездоленного, то есть он беднеет, никто за него не заступится, и он грабит этого обездоленного, забрал у него деньги, и думает, никто за него не заступится. Бог за него заступится. Теперь, а если он нищего притесняет, как за нищего бог заступится? И вот тут в 23-м отрывке говорится конкретная вещь, что у того, кто, вот когда ты у бедного забираешь рубль, например, да, для него этот рубль это все его деньги, все имущество. Когда ты нищего оскорбил, то для него его, его, как бы у него ничего нет. И ты ему сделал что-то плохое, то это ты у него просто, ну, забрал все, можно сказать, да. Да, и Бог, говорит нам царь Салмон, что Бог, он, как бы, мера за меру может затронуть не имущество того, кто забрал. То есть, если богатый человек забрал у бедного рубль, то Бог может у богатого забрать не рубль, потому что для богатого рубль это ни о чем, а забрать руку, например, не дай Бог, или палец. Понятно, да? То есть, все настолько честно, что мы даже не представляем себе, насколько все, что мы делаем, это то, что возвращается к нам от того, что мы сделали когда-то. И очень важно, вот сейчас мы находимся в 10 дней раскаяния, как раз вот этот вот период, 10 дней, когда вчера уже был приговор принесен. То есть, есть у каждого приговор на будущий год за все, что ты делал в прошлом году, все, что ты собираешься делать в будущем, уже приговор вынесен. Но, вот сейчас есть 10 дней, когда с помощью раскаяния, с помощью осознания каких-то своих неправильных поступков, с помощью сожаления о них, когда человек сам себе говорит, вот зачем я у этого бедного рубль забрал, как я мог вообще, как я мог там не поздороваться, как я мог бабушку это вот там толкнуть и не поднять ее, да, как я мог. Но, даже уже вот это сожаление, если человек искренне сожалеет, оно уже исправляет его поступок. А если он решил, например, принял на себе решение, что все, в будущем году больше ни одной бабушки не толкну, никакого там нищего не оскорблю, ни у кого грабить, все, в этом году перестаю грабить, вообще не буду грабить. То, вот эти все решения, которые человек делает в голове, они для Бога же, он же видит мир как насквозь, он внутри мира, как душа внутри человека. И когда человек искренне, это называется хозер-битшуа, раскаивается и принимает на себя очень хорошее решение на будущий год, то этого достаточно, чтобы Бог мера за меру, то есть есть мера за меру за поступок, есть мера за меру за решение. Поэтому я всем нам советую сделать шубу, раскаяться, сейчас здесь не раскаяние называется, и принять на себя очень хорошее решение в духовной сфере, в сфере служения Богу, выполнения заповедей, изучения Торы, принять какие-то хорошие решения. Когда мы в молитве просим, есть в молитве такие слова, запиши нас в книгу жизни. Значит, Кафену Лиманха Эл-Ким Хаим, ради тебя Бог всесильный. Так, задается вопрос, секундочку, я прошу его, чтобы он дал мне, из-за чего? Ради тебя. Так, есть один такой комментарий интересный, что когда я говорю Богу, запиши меня в книгу жизни, то за что? Ради тебя я буду служить тебе, поэтому запиши меня в книгу жизни. То есть, чем больше ты собираешься делать добрых дел, духовных дел, то тем больше шансов у тебя прожить следующий год хорошо. Все, желаю всем прожить следующий год хорошо, чтобы Бог дал нам всем хорошего, прекрасного года. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok